Приветствую вас. Я бы, пожалуй, начал бы с того, что вначале разобрался бы с тем, почему у вас с дочерью, как вы говорите, такие очень сложные отношения. То, что ваша дочь выросла грубой, своенравной, как вы говорите, ленивой, это не просто так. У этого есть причина. И эти причины за ваши или вы. Сейчас сложно сказать, какие именно. Но я полагаю, что дочь ваша, это своего рода отражение ваших желаний. То есть вы сами хотели бы, наверное, быть более агрессивной, более ленивой, более своенравной. Почему я это говорю? Потому что вы позволяете себе ударить ребенком. То есть мне не очень понятно, да, значит, что именно вы хотите, чего именно вы хотите добиться тем, что вы ее бьете. То есть каждый ваш удар, это, по сути, еще одно оправдание для дочери и для внучки, что вы плохая. Согласитесь, как-то странно говорить о том, что вы хорошая и стремитесь к чему-то хорошему, но при этом, как бы, бить ребенка, да, будучи бабушкой. Вот, значит, дальше то, что вы говорите о том, что вас никто не слышит, это тоже весьма-весьма интересная позиция. То есть, если вас никто не слышит, то в первую очередь не потому, что вы незначимы, а потому, что у людей нет стимула вас слышать. Соответственно, если вы хотите, чтобы вас услышали, то нужно, чтобы у людей был стимул. Какой, знаете вы, но не так, не ценой, да, наказание для ребенка, какими бы они ни были. Так, значит, вы пишите, моей дочери 32 года, внучке 7 лет. Внучка пошла в этом году в первый класс, а проживаем все вместе в одной квартире. Ну, вот это, конечно, очень интересный момент, почему вы и дочь проживаете в одной квартире. Если она своим равна, грубая, и у вас с ней сложные отношения. Муж дочери, мучит мучь дочери, внучке не родной отец. Ну, то есть, я полагаю, что вы ничего не пишете про своего мужчину, и, соответственно, у дочери тоже отношения с мужчинами складываются весьма тяжело, как вы видите. Вот, далее вы говорите, что у меня сложные отношения с дочерью еще с детства. Далее вы говорите, что у нее сложный характер, она своенравная, ленивая и грубая. Такой она была всегда, и сейчас мало что изменилось. А должно было измениться, по вашему мнению, само по себе? Или вы считаете, что ваша дочь такая, опять же, сама по себе? Значит, ваша дочь это результат вашего воспитания, как бы там ни было. А внучка, это результат воспитания вашей дочери, которая является результатом вашего воспитания. Понимаете? Какая история. Но, если вы возьмете на себя ответственность за дочь и внучку, то есть, не будете говорить, что это она своенравная, ленивая и грубая. Она может такой быть, если ее все устраивает. Если вы скажете, что это я сделал ее такой, то будет гораздо сложнее. Потому что в этом случае окажется, что вы несете ответственность за это все. За все, что происходит сейчас. Конечно, не только вы, еще и отец вашей дочери. Но, тем не менее, и вот, если вы действительно хотите понять, как быть, то начинать нужно с этого. Не дочь, своенравная, ленивая и грубая, а вы ответственны за то, что она такая. То есть, менять немножко угол зрения нужно здесь. Дальше. На этой почве у нас очень часто возникали конфликты. А на какой почве? Ну, она, своенравная, ленивая и грубая. Как я уже сказал, она результат вашего воспитания. На какой почве у вас возникали конфликты? Она была такой всегда, и сейчас мало что изменилось. Вот, смысл этой фразы, он немножечко, ну, ускользает статус. По вашему мнению, она должна быть другой. На какой почве у вас конфликты? Опять же, у вас конфликты, вы пишете. Не у вас конфликты у обеих, а у вас, Лариса. У вас конфликт с дочерью. Почему у вас конфликт с дочерью? В чем ваша претензия к дочери? Чем она продиктована, эта претензия к дочери? Понимаете? Дальше, значит, получалось так, что внучка присутствовала при таких ссорах. Вот опять, получалось так. Нет, не получалось так. Это вы, Лариса, допускали, что внучка присутствовала при ссорах. Не получалось так. А вот для чего вы допускали, чтобы внучка присутствовала при ссорах? Это большой вопрос. Понимаете, получается, что от вас вообще мало что зависит. Ну, когда можно с дочерью выйти? Всегда можно, когда собака ребенок уснет, всегда можно как-то поговорить по-другому. Вот. Ну, вы этого не сделали. Теперь я смотрю, что и внучка становится такой же, но это естественно, мама, мама, мама это для нее пример, конечно, а вы не смогли быть авторитетом. Для нее, для дочки. Огрызается, держится, старается расстукнуть меня, чтобы ее рука была последней. Хамит. Я не очень понял смысл сразу, чтобы ее рука была последней, что это значит. То есть, это значит, что вас все бьют, и она хочет, чтобы она была последней, или вы имеете в виду, что она хочет за собой оставить последнее слово. Но, в любом случае, у меня такое ощущение, что вы воспринимаете ребенка семилетним отключением всерьез. То есть, что вы делаете такого, что она держит и огрызается? А, я пытаюсь по-корочему сказать, но меня никто не слышит. Если не слышит, значит, вы не говорите на языке людей, кто рядом с вами. Вы говорите на своем языке, я это допускаю. Но вы не говорите на языке других. Понимаете? Понимаете? То есть, чтобы вас услышали, нужны условия. Дальше. Потом взрываюсь на крик. Так, то есть, тут для вас проблема, что вас никто не слышит. Да, вы хотите, чтобы вас услышали. А вот зачем? Вам, чтобы вас услышали. Что именно вы пытаетесь сказать по-хорошему? Как именно вас задевает то, что происходит? Дальше. Значит так. Внучка продолжает делать то, что хочет. Потому, что дочь вообще никак не реагировать на ее такое хамское поведение. А, опять же, здесь не совсем так. Хамское поведение с вашей точки зрения. С точки зрения дочери, она ведет себя нормально. Знаете? Вы находитесь в состоянии, когда должно быть все только по-вашему. Парадокс в том, что ничто не по-вашему. Понимаете? Потому, что вы либо принимаете, что ничто не по-вашему и как бы перестаете мыслить своими категориями, да? То есть, то есть, принимаете реальность, что она не такая, какой вы хотите ее видеть. Либо вы стараетесь сделать так, чтобы именно ваша реальность у вас была такой, какой вы хотите ее видеть. Но тогда тех других людей с вами быть не должно. Не должно. Дальше. Тем более, да? Потом взрываются на крик. Вот, опять. Вы взрываетесь на крик. То есть, для вас имеет личное значение, что-то вы пытаетесь по-хорошему сказать. Правда, что именно вы пытаетесь сказать по-хорошему, непонятно. Значит так. Так, внучка продолжает делать то, что хочет, а дочь вообще никак не реагирует на ее поведение. Если внучка продолжает делать то, что хочет, то зачем тогда кричать и пытаться что-либо сказать? Опять возникает вопрос. Как это касается вас личного? Так. Дочь вообще никак не реагирует, а должна? Она вообще когда-нибудь реагирует на дочь? В какие моменты она реагирует на дочь? Может быть она реагирует на дочь именно в таких моментах, когда... Та начинает против вас как-то выступать? В таком случае дочь поступает абсолютно правильно? Со своей точки зрения. Она хочет, чтобы мама ее одобряла. Для нее одобрение мамы принципиально важно. Вот она так и поступает. Так. Иногда я даже прибегаю к телесным наказаниям. Что это? Но это грубо сказано. А как? Что это за телесное наказание? Какое вы имеете право это делать? Иначе пока не стукнешь, меня никто не услышит. Кого? Кого стукнешь? Кто должен услышать? Зачем? Как это вас касается? Понимаю, что этого делать нельзя. Что вызывает мне агрессию, но как по-другому? По-другому что? Знаете, Лариса, что по-другому? Дальше. Когда вы с внучкой вдвоем дома, она ведет себя более-менее нормально. Но когда мы от дома или мы с дочерью в конфликте, внучка всегда на стороне мамы. А вы считаете, что внучка не должна быть на стороне мамы? И пытаясь сказать гадости в мой адрес. Ну, правильно, она защищает мать, это нормально. Агрессия у нее к вам, потому что вы угрожаете ее маме, самому дорогому человеку, да. Для ребенка это нормально, тем более для семилетнего ребенка это нормально. Если вы вдвоем с внучкой дома, и все хорошо? А когда мама дома, все становится хуже. Ну, имеет смысл не взаимодействовать с дочкой и с внучкой, когда мама дома. Или взаимодействовать только, когда внучка, например, сама обратится к вам. Или взаимодействовать только по самому необходимому. Понимаете, условия проблемы, вот именно условия проживания, ваша работа, как вы себя обеспечиваете, можете ли вы жить отдельно, почему дочь, ее муж и внучка живут с вами. Неизвестный, как и неизвестен ваш интерес. Знаете, если все это задевает вас, то, что вас не слышат, то это ответственность ваша. Почему вас должны слышать? К тем ли людям вы обращаетесь за тем, чтобы вас услышали? Дальше. Так, я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? От безысходности мне хочется плакать. От безысходности чего? От безысходности в чем? Я не могу с ней справиться, а дочь говорит, что разбираетесь сами. Зачем справляться? Зачем справляться с внучкой? Знаете, зачем? Какие обязанности на вас лежат по внучке? Вы понимаете, что вы не обязаны это все делать для внучки? То есть, вы можете делать то, что внучка сама с вами хочет. Раз вы не видите от нее поддержки, зачем справляться? Тем более, если, когда вы вместе одни, все хорошо. А когда мама дома, ну пусть мама с ней разбирается, пусть мама все для нее делает. Разве нет? Мне обидно, что все время я посвящаю дочке, а мама меня в грозь не ставит. А зачем вы посвящаете все время дочке? Зачем? Для чего? Для того, чтобы она вас оценила? Или, может быть, вы хотите заслужить любовь внучке? Как не, ну, вот не заслужили, да, по вашему мнению, любовь дочери? Хотите заслужить любовь внучке? Определитесь, для чего вы посвящаете время внучке? Зачем? Она меня в грозь не ставит. Так, а как вы себя ставите сами? Если вы себя не уважаете, если вы позволяете ребенку ударить, если вы позволяете себе ударить ребенка, то она вас не будет ставить в грозь. Правильно? Вы не уважаете себя, она не уважает вас. Как быть? Опять, как быть, чтобы что? Понимаете? То есть, смысл вот этого заказа только в том, что вы все время посвящаете внучке, но непонятно для чего. Для этого любовь, просто делайте ее счастливой и все. Если это как-то короткий интерес, то я предлагаю вот именно цель определить, а вектор поведения немножко сместить. Потому что дочь явно не... Ой, дочка и внучка явно не те люди, которые будут о вас заботиться. Дальше. Она не понимает ни по-хорошему, ни по-плохому. А должна? Опять-таки. И что именно она должна понять? Зато в школе она не агрессивна, совсем и нормально, даже в свою защиту не может ничего сказать. Дома настоящий монстр. А я полагаю, что вы своим поведением ее на это стимулируете. Не только вы, но и ваша дочь. Но именно вы. Это началось с вас, потому что дочь похожа на мать. И, соответственно, передалось это от вас к дочери, а от дочери к... значит... внучке. Вот. То есть, ситуация здесь... такая, что... у вас отношения не взрослых людей. То есть, у вас отношения... с дочерью не как взрослую-взрослую. Чего хочу я? Чего хочешь ты? Я даю тебе то, чего хочешь ты. Ты даешь мне то, чего хочу я, например. У вас так не работает. У вас это работает так. Ты должна. Я должна. Верно? Ну и про агрессию, да? Грубость. Это все ваше желание. Это все ваши срывы. Вот то, что вы срываетесь в крик, это все оттуда. Это все оттуда. То есть, вполне вероятно, что... в детстве вы не додавали внимания своему ребенку. Либо чересчур нарушали его личные границы. Вот. Вследствие чего, дочь стала такой. Ну а с внучкой все понятно. Вот. То есть, понимаете, вы не ставите... вопрос о том, почему все происходит так. Вы говорите просто, как быть. Но как быть, чтобы что, не объясняете. Понимаете? Совет такой, отграничить, значит, себя от дочери и внучки максимально. То есть, просто отграничить. Вот. Свести к минимуму вообще. Ну, взаимодействия с ними. Жить своей жизнью. Не посвящать внучке все свое свободное время. Вот. И вообще жить более активной жизнью. Именно вот, ну, вам, самой это нужно. Ну, на мой взгляд. Вот. Помощь. Ну, если говорить о помощи... Если говорить о помощи... То я бы сказал, что здесь вам нужно учиться воспринимать дочь и... Ну, в первую очередь, дочь. Как взрослого человека. Вот. Мне это представляется так. То есть, сейчас вы считаете, что... Дочь вам что-то должна. И внучка тоже вам что-то должна. Понимаете? То есть, вы для них что-то делаете так, как вы считаете нужным. Нужным. Вот. И вы считаете, что... Вам что-то должны. Вот. Мне представляется, что эта позиция, она является деструктивной. Вот. Очень, очень деструктивная позиция. Вот. И, соответственно, помощь вам может заключаться в том, чтобы... Из родительского поведения, которое у вас сейчас... Пере... Переориентироваться во взрослое поведение, а может даже и поведение ребенка. То есть, если вы будете все превращать в шутку, то что особенно ребенок говорит. Да? То есть, как бы... Вот она, например, дочь на вас кричит, там, хамит, а вы говорите... Говорите, ух ты кто тут у нас такой раскричался, да? То есть, как бы, вот, ну, ты, типа, там, успокойся, или там, ну, что-то в самом деле, или что-то такое. То есть, понимаете, ну, вот, вы же используете, ну, такие вот наказания телесные, да? Ну, это... Это абсолютно неприемлемо. Вот. Ну и плюс, опять же, определиться нужно с целью. Понимаете? Это совершенно очевидно, что с дочерью отношения у вас не складываются. И, соответственно, как бы, не нужно это делать. Если они не сложились, то и не нужно. С ручкой то же самое. То есть, не нужно, эм... Искать чего-то там, где этого нет. Понимаете? Вот. Поэтому, я думаю, что чем быстрее вы обособитесь, вот, тем будет ухудши. То есть, в идеале вам нужно как-то рассмотреть, эээ, вариант отдельный вопрос, и важно, вот, решить квартирный, квартирный вопрос. В идеале. Всё. Либо, если дочь хочет, чтобы вы помогали ей с ребёнком, эээ, то, чтобы она для этого что-то делала. Ну, а ваши цели, ваши мотивы, они, эээ, требуют вообще, эээ, отдельных совершенно, эээ, бесед, потому что, то, что, то, чем вы руководствуетесь, эээ, вот, в этой ситуации, ээээ, ну, исходя из письма, по крайней мере, непонятно. Совершенно. Эээ, вот, на этом всё, надеюсь, что помог вам, если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку, эээ, нажав, эээ, синюю кнопочку, обсудить с экспертом, эээ, вот, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы его сделаете лучше, лучше. Я желаю вам всего самого доброго, и удачи.